Бог знает каждую нашу проблему. Это не является откровением. Однако, когда мы получим глубину этого откровения, что Бог знает каждую нашу проблему, то тогда у нас появляется вера, что Он имеет и решение для этой проблемы. Если Он, любящий Отец, знает о моих проблемах, значит, у Него есть решение. Если имею глубокое откровение о том, что Он знает о моих проблемах, то у меня есть вера, что у Него есть решение. И тогда моя молитва уже не выглядит как борьба, а как благодарение. Наша молитва выдает нас, есть ли у нас вера или мы движемся в сомнении и неверии. Молитва, Господь, я благодарю Тебя, что финансы придут на этой неделе. Это молитва благодарения, нежели, Господь, как я буду жить? Господь, финансы закончились. Что делать? Это молитва сомнений. Многие люди молятся годами и не видят прорыва, потому что они молятся молитвами неверия и сомнений. И они говорят, я провожу пять часов в день молитвы, но я не вижу результатов. Потому что пять минут молитвы благодарения больше, чем часы молитв сомнений. И давайте мы научимся быть людьми, которые доверяют Богу. не по исповеданию, а по факту. Этому просто мы должны научиться. Давайте еще немножко примем Божию славу. Господь, коснись. Подпустите, просто наполни меня. Твое царство здесь. Наполни меня. Коснись. Коснись меня. Наполни. Восстанови меня полностью. Исцели меня полностью. О, я прошу тебя. Я прошу тебя. Принимайте. Я хочу наполнить наше видение. Наше глобальное видение – это рассказывать людям об Иисусе и научить их исполнять Его заповеди. Наше локальное видение для Киевского центра, для Костронейского центра, благословения Отца, это, в первую очередь, снарядить каждого, кто приходит, каждого, для максимальной эффективности в Царстве Божьем, чтобы максимально быть эффективными в исцелении, в освобождении, в спасении душ, в разного рода чудеса. Это наша цель, это то, чем мы занимаемся. Поэтому каждое собрание – это обучение происходит. Каждое собрание – вовлечение вас в сверхъестественное служение. Да, мы не умеем всего еще, но все, что мы умеем, мы передадим и научим. И это здорово. Знаете, я всегда в хорошем смысле горжусь Костронейским центром, потому что там от мала до велика могут изгонять демонов, любого уровня чудеса совершать и так далее, и так далее именем Господа. Так что приготовьтесь, Бог это будет делать и увеличить здесь. И также вторая наша задача, локальное наше видение – это создать место, безопасное место, которое бы 24 часа в день, 7 дней в неделю было доступно, открыто для всех нуждающихся. Мы к этому идем, чтобы Бог мог привести любого человека, который сейчас на грани жизни и смерти, чтобы этого человеку не нужно было искать место, когда через месяц будет где-то служение исцеления, чтобы он мог в любой день привести этого человека, и он также был спасен или исцелен. Или если кто-то оказался на грани жизни и смерти, чтобы Бог знал, что если люди, если их поднимут по тревоге, они быстро поедут туда, возложат руки и человек будет жить. И поэтому пусть Бог строит церковь с другим характером, с другим ДНК. И мы готовы в этом участвовать, готовы в этом действовать. Я не открываю вам всего будущего, всех моментов. Не нужно просто это. Ну вот, чтобы вы знали, куда мы движемся. Теперь давайте помолимся. Я хочу немножко сказать кое-что о духе отвержения, о сыровском духе. Я понимаю, никому это не нужно здесь, но может быть кому-то здесь это нужно. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты разоблачал в нашей жизни всякого негодного духа. Мы просим, чтобы Ты разоблачал в нашей жизни всякие раны сердца. Мы просим, чтобы Ты разоблачал в нашей жизни всякое неправильное мышление. Мы просим, чтобы Ты избавил нас от всякого вида зла. И моя молитва сейчас, чтобы ты, Господь Всемогущий, открыл нам все неправильные вещи, которые могут быть в нашей жизни и против нас действовать во имя Иисуса. Я прошу, чтобы твой тракоцентный Святой Дух касался каждое сердце. Аминь. Это будет, я скажу, вступление, а потом выйдет старший служитель Юлия, и она продолжит после меня. Я хочу сделать маленькое вступление. Как избавиться от сиротского духа окончательно? Поверьте, мы провели очень много служений, консультирования, энкаунтеров. Мы с этого начали, по сути. И я уже в этом годы. И вот мы что обнаружили, что не всякая помощь человеку, она эффективна. Проходит время, и проблема возвращается. Особенно это, когда касается сиротского духа. Я подчеркиваю, особенно, если вы будете заниматься то ли личной проблемой сиротства, то ли с кем-то будете заниматься. Тоже поверьте, вот сиротский дух это настолько специфичная штучка в жизни людей, что многие методы малоэффективны. Нужно знать, как избавиться окончательно от этой проблемы. Я вам сейчас дам кое-какие определения, чтобы вы могли понять, как с этим можно покончить быстро. Я знаю людей, которые годами, они очень хорошие люди, но они годами застряли в духе сиротства. И вот что я обнаружил. Освобождение человека с сиротским духом без его соучастия неэффективно. Я повторю это. Освобождение человека, кто подвержен духу сиротства, или кто живет в нем, или даже укоренился, неэффективно без соучастия самого человека. Это будет временно. Это будет как будто временная инъекция. Почему? Потому что люди с сиротским духом, они не считают, что проблема в них. Они считают, что проблема извне. Вот почему без соучастия этих людей им очень тяжело помочь. Потому что они видят себя как жертву. Они не видят себя, что они как-то могут быть причастны. Их не омышление, их не поступки. То есть они видят себя жертвой. И поэтому, когда ты им говоришь, я вам помогу, они говорят, не надо нам вашу помощь. Проблема не во мне. Проблема в том, что вокруг меня. И сиротский дух – это результат искаженного мышления. Запишите. Сиротский дух. И под сиротским духом я говорю не о личности духовной, а это образ жизни человека, образ мышления, образ поступков. Сиротский дух на человеке. Так вот, сиротский дух – это результат искаженного взгляда на окружающий мир. Если мы это поймем, тогда мы можем помочь этим людям. И, конечно же, за этими неправильными искаженными взглядами чаще всего стоят демоны. Ну кто? Эксперты по вранью, по искажению. Это демоны. И сиротский дух проявляется очень одинаково. И его легко услышать. Я повторяю, услышать. Ты его не увидишь. Потому что сироты не маскируются. Его легко услышать. Я вам дам определение. Вы услышите обязательно, когда он говорит, все против меня. Мне никогда не везло. Меня никто не любит. У меня в жизни все не так. Мама меня любила меньше, чем, не знаю, у брата, сестру. То есть, вот этот искаженный взгляд этих людей, но это не является правдой. Но если мы сравним этих людей с другими, мы говорим, так тебе еще повезло. Кто-то живет хуже, чем ты. У тебя ситуация вообще королевская. Кто-то бы захотел с тобой поменяться. Но это отношение этих людей. И, к сожалению, к сожалению, когда мы не понимаем, как помочь этим людям, применяем неправильные инструменты, проблема не уходит. Она усугубляется, усугубляется и усугубляется. Потому что, когда мы служим людям с русским духом, нам кажется, что мы им поможем. Но по факту, я вам скажу, что происходит. Они уходят с мытвенных линий, служений, с домашних групп и говорят, мне снова не помогло. Почему вы не можете меня освободить? Неужели никто не может меня исцелить? Я нигде не могу найти помощь. Я обошелся в церкви. То есть, как вы видите, что тут непросто этим людям помочь. Потому что в самом начале, в самом корне, они видят корень проблемы вокруг. Корень проблемы где-то там. Он где-то вне. И это мешает им увидеть реальность и принять настоящее исцеление. Я скажу так, что сиротский дух – это комбинация. Комбинация искаженного мышления, можете себе пометить, раненого сердца и воздействия нечистого духа. Это комбинация. Это уместь. Искаженного мышления раненого сердца и воздействия нечистого духа. Вот поэтому нет естественного решения для этой проблемы. Невозможно человека такого посадить и его консультировать. Это будет просто как, знаете, мнимая таблетка, которая как будто бы поможет. Это будет временный эффект. Временное утешение и успокоение. Хорошо, вы понимаете, знаете, что я говорю? Я уже буду заканчивать. Я сейчас скажу практически, как можно помочь таким людям. Это комбинация. Это важно понять, потому что, чтобы понять, что лечить. Это искаженное мышление у человека. Это раненое сердце и воздействие нечистого духа. Оно по шагу все наслаивается, но вы увидите вот эти вот три составляющих. Почему я рассказываю в этой комбинации? Чтобы вы поняли, что задобрить этот дух, сиротство невозможно. Ему невозможно угодить. То есть не пытайтесь даже тратить время. Потому что если ты даже сделаешь все, что хочет этот человек, помните, там искаженное мышление, раненое сердце, огромная рана, еще и действие нечистого духа. Не обязательно внутри, извне. Но по факту бесполезно задавривать. При такой комбинации. Человек говорит, вот если я буду вот это, тогда да. Вот если вы меня будете любить, вот если вы мне будете уделять время. Вот если вы, если тогда все решится, не решится. Потому что это не решается естественными инструментами. Это слишком сложная комбинация. Для простого, естественного решения. Типа я пожму тебе руку, и больше тебе не будет эта проблема волновать. Не получится. Не получается. Это потому, мы с вами видим столько сил в округ, которые не удовлетворены жизнью. И мы хотим им помочь. Цель, о чем мы будем сегодня с Юлей говорить, цель не сделать их изгоями общества. И сказать, да, ну мы знаем кто это. А цель разобраться и приметь правильный инструмент. Я вам приведу пример. Вот что значит, даже если ты вывернешься наизнанку, и постарайся этому человеку сделать все, что он только хочет, чтобы он был счастливый, со мной не поможет. Мне один пастор рассказывал, очень такой яркий пример. Он говорит, одна сестра, она в церкви, она постоянно говорила, что меня не любят, меня не уважают. Вот, я никому не нужна. Мне не уграет время. Ну, явное проявление духа сиротства. И пастор решил по плоти ей помочь. Он говорит, ну хорошо, если она просит, что ей не уделяет время, ей не помогают, ей там внимания не уделяют, я это буду делать. И он начал просто прям практически говорить, сестра, может вас подвезти куда-то после служения или еще. И она вот, знаете, ей так понравилось, она садилась на первое сидение к пастору на машину, в машину, точнее, и он ее подвозил домой после каждого служения. Он думал, ну хоть как-то, я восполню вот эту вот пустоту, вот это желание быть принятым. Но все-таки пастор в первом лице подвозит тебя домой. И вот это, он какое-то время это делал, и думал, все, проблема решена. Однажды. Жена пастора села на первое сидение. Это не анекдот. Это пастор Билла Линча. Кто это знает, Билла Линча? Вот. И жена села на первое сидение, Джонни. И сестра подошла, занятое место. Несмотря на то, что это была жена, она говорит, вы меня не любите, я так и знал. Вот я так и знала, что... И пошло. И она тогда просто устроила истерику в земной машине. Истерику. За что? Почему? Бесполезно физическими инструментами удовлетворить дух отвержения, дух сердца. И вот инструменты. Интересно знать, как помочь можно? Избавиться от сиротского духа. Помните три составляющие? Значит, помочь можно через познание истины и прикосновение святого духа. Только там. Через слово истины и дух истины. Только это повлияет больше ничто. Должно быть истина, должно быть истоление сердца. И тогда дух истина не будет места. Потому что дух усыновления займет правильное место на сердце или в сердце человека. Я вам прочитаю теперь два места из Писания, чтобы вы не сказали, что пастор проповедал, даже на место из Писания не прочитал. Иоанна 8.32 И познаете истину. И истина сделает вас свободным. Вы слышите? Сделает. Сделает свободным. Это то, что должно произойти. У человека искаженное мышление. Это ему сколько угодно не подлаживай к коврике, чтобы ему мягко не было. Есть ли мышление другое? Есть ли оно искажено? Не поможет. Нужно изменить мышление человека. И Юлия будет этим еще заниматься после дня. Еще одно место. Римлянам 8.15. Это потрясающее место. Римлянам 8.15. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Вот почему эти люди живут в страхе? Вот почему у них такая несчастная жизнь? Но приняли духа усыновления, который мы называем «Ауаочи», что называется «Папочка». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Вот только благодаря этому, этой комбинации, истины, и дух святой, только благодаря этой комбинации нужно помочь этим людям. То есть их нужно садить и открывать сущность Отца в их жизни. Они должны действительно понять истину, какое влияние оказывает Отец Небесный в их жизни, чтобы у них все пришло в порядок, чтобы они перестали жить в этом страхе и отвержении, чтобы они наконец-то поняли, как сильно Бог их любит и как сильно Бог действует в их жизни ежедневно. И чтобы святой дух полноправно занял место в их сердце. И тогда духу сиротства не будет возможности действовать, говорить через этого человека. Паде, сокрови наши глаза, я хочу услышать краткую молитву и выйдет Юлия. Господь Семогущий, я прошу Тебя, чтобы Ты разоблачил сегодня всякие остатки сиротского мышления, а у кого-то, может быть, начатки сиротского мышления. Я прошу, чтобы Ты разоблачил всякие действия сиротского духа в этом месте, чтобы те люди, кому это не нужно, но просто получили ободрение, те, кому нужно, получили свободу. И я прошу, чтобы сегодня Твой драгоценный дух святой, дух усыновления, Он совершил эту работу в тех сердцах, кому это очень нужно. И давайте вместе скажем, если вы не боитесь, Господь, проверь меня и очисти меня, если нужно, и приведи мое сердце в порядок, если это нужно, потому что я хочу жить в свободе, без страха, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу. Аминь. И это может выйти. Просто все намного серьезнее скажи по поводу сиротского духа. Это не просто эмоции, люблю-не люблю. Сатана это самый первый сиротат. Он остался вне присутствия Бога. И посмотрите, что сатана он дотворил. Сколько зла. Поэтому сиротский дух это не просто эмоции. Эти люди, они, к сожалению, они ранят себя, ранят других. Они несчастно живут. Ты слышал это исследование, когда преступников, смертников опрашивали причины, почему они совершали преступление? Никто из них не считал, что они виноваты. Они защищали или себя, или там свои интересы какие-то. То есть они думали, что они просто кто-то им причинил боль, и они хотели избавиться от твоей боли. То есть они даже не считались виноватыми. Поэтому сиротство это очень страшно. Это разрушение вокруг. Мы же лучше будем в духе усыновления не считали. Сейчас Юля расскажет ответы на свой вопрос. Спасибо за Юлю. Я хочу, чтобы вы внимательно слушали. Она прошла полгода обучения в школе служения в Канаде в Торонто. Как раз она в этом вопросе считает один из лучших экспертов, которых я знаю. Я не преувеличиваю. Поэтому я всегда с удовольствием и слушаю, когда она попадет на эту тему. Господь, открой наше сердце и благословенность через Твоего человека Божьего. Аминь. Аминь. Разрешите мне воспользоваться случаем перед тем, как мы приступим к теме. Короткое объявление по поводу завтра. Вы уже слышали, многие из вас слышали, в прошлый раз мы объявляли, завтра у нас будет такое мероприятие, праздник, для инвалидов. И просим вас, чтобы вы поддерживали в молитве. У кого нет возможности присоединиться физически, практически, то молитва это будет очень хорошей, очень большой, важной и нужной поддержкой. И такое еще маленькое объявление для творческих людей. У нас там есть программа, у которой мы послужим, там, где мы покажем вам какие-то таланты. И вот буквально еще есть место для двух-трех человек, чтобы поучаствовать и как-то послужить своим талантом. Поэтому, если у вас есть какой-то талант, стихи, песни вы пишете, и вы бы хотели завтра поделиться, то вы можете подойти ко мне в перерыве или после служения, и мы с вами это поговорим. Хорошо? Все, будьте благословены. И теперь мы можем перейти к нашей прекрасной теме, одна из моих любимых тем. И мы с вами понимаем, что Бог, он очень безграничный, очень необъятный, и чтобы познать и понять его, это не то, что всей жизни не хватит, а не хватит даже вечности. Поэтому это очень большой и очень интересный процесс. И я уверена, и я верю, что вы со мной тоже согласны, что какой бы уровень у нас ни был у каждого из нас, до какого бы мы уровня ни познали, больше любовь и его сердце, всегда есть что-то большее. И поэтому я молилась, и сейчас мы коротко попросим Господа о том, чтобы каждый из нас, он сегодня пережил Бога и увидел его с какой-то новой стороны, какую-то его новую грань, которую еще не видел, не переживал до этого. И пусть нам Господь в этом поможет. Господь, мы благословляем это время, и мы хотим знать Тебя больше, мы хотим знать Тебя ближе и хотим глубже знать Твою любовь. Наши сердца не открыты сегодня к Тебе, совершай то, что Ты хочешь, совершай те изменения, те преображения, которые Ты хочешь. Мы благодарим за то, что сегодня Ты позволишь нам по-особенному пережить Твою любовь, так, как еще мы не переживали прежде, и что Ты откроешь нам себя с новой стороны, с такой, с которой мы Тебя еще не видели и не понимали. спасибо Тебе, Господь. Аминь. Аминь. Я попрошу, чтобы нам приготовили видео, мы можем уже даже закрывать жалюзи. Слава Господу за проектом. Господь нас благословил проектором, теперь мы можем смотреть видео. Попробуемся смотреть хорошее видео, мне нравится, вот, честно. И мы посмотрим очень хорошее видео, я сделаю уже это предисловие, это будет вступление к нашей теме. из-за того, что все мы живем в такой суетной повседневной жизни, вот очень часто из-за этой суетности повседневности у нас стирается или притупляется это чувство восхищения Богом и осознания Его величия, вообще Его масштабности, Его великолепия. И, ну, и наоборот, когда, когда у нас бывают такие времена, когда мы очень глубоко это переживаем, очень глубоко это осознаем, то в эти времена и Его любовь для нас она становится более явной, более выразительной, потому что мы осознаем, что настолько великий, настолько масштабный, настолько великолепный Бог, Он нас так любит, так неописуемо и так, что даже невозможно передать словами. И мы посмотрим видео, это будет очень интересное видео, которое просто может стать одним из ваших любимых, у кого-то оно полностью перевернет какие-то понимания, представления Бога. Это видео идет около 17 минут, и это видеоотчет, скажем так, это научные факты, там будет много цифр, которые позволят нам понять более глубоко масштабность Бога. Скажу вам честно, у меня в школе математику я не очень любила, у меня с языками было хорошо, с математикой было трудновато. И вот если кто-то из вас тоже не любит математику, то я вас хочу обудрить, что здесь математика будет не такая страшная, здесь она будет очень захватывающая. И его масштабы, его объемы, они просто даже не укладываются в нашем разуме. Такие громадные звезды, и наш Бог просто выдохнул одним дыханием, одним словом, ему даже не потребовалось совершать никаких действий. И когда мы понимаем это величие, эти масштабы нашего Бога, то тогда то, что для нас делает, его отношения к нам, его любовь к нам, они становятся в наших глазах, в нашем понимании еще больше превосходными. И это тоже просто не укладывается в нашем разуме. И как написано в Салмах в 8-й главе, слава Твоя превыше небес. И когда я смотрю на Твои небеса, на работу Твоих рук, на луну и на звезды, которые Ты поставил, то кто такой человек, что ты так переживаешь о нем? Кто такой Сын человеческий, что ты так забудешься о нем? Ты немногим умолил его перед Богом, ты увенчал его славой и честью, ты поставил его владыкой над делами Твоих рук, ты все починил под ноги его, всех овец и валов и диких зверей, птицах в небесах и рыб в морях, все, что полнит стремнины моря. Господи наш владыка, как величественно Твое имя по всей земле. Аминь. Аминь. Казалось бы, мы такие маленькие, где-то там, на этой мячей для гольфа, и наш Бог настолько сильно и настолько неописуемо оценит нас и любит нас. И я бы хотела, чтобы мы просто сегодня совершили с вами маленькую экскурсию по некоторым местам Писания в Новом и Ветхом Завете, чтобы мы увидели в этих местах Писания сердце нашего Бога и каким Он является на самом деле, и каким же всегда было, есть и остается Его отношение к нам, к Его детям, к обычным простым людям, как мы себя видим, но таким ценным для Него. И я бы хотела, чтобы сейчас в самом начале мы открыли Иоанна 14 главу с 8 по 9 стих. Иоанна 14 8 9 Филипп сказал, «Господи, покажи нам Отца, и этого нам будет достаточно». Иисус ответил ему, «Неужели ты не знаешь Меня, Филипп? Ведь Я уже столько времени среди вас. Кто видел Меня, тот видел и Отца. Как же теперь ты можешь говорить, покажи нам Отца?» В этом месте Писания в своем ответе Иисус дает нам очень четкое и явное пояснение, что Он является полным отражением образа Отца. А значит, мы можем смело посмотреть на Иисуса, на Его жизнь, на Его действия, на Его поступки, на Его стиль общения с людьми. И это будет полной копией Отца. И через Иисуса мы действительно увидели Отца, мы действительно познали, какой Он на самом деле и что Он из себя представляет, как Он к нам относится. Естественно, Библию можно исследовать тоже тысячелетиями, всей жизни не хватит, но буквально несколько мест Писания. Давайте посмотрим в Иоанна в 13 главу. Вам нужно буквально перевернуть несколько страниц, кто следит вместе со мной. Прочитаем с 4 по 5 стих. Иисус встал из-за стола, снял в себе верхнюю одежду и опоясался полотенцем. Потом Он налил воды в таз и начал мыть ноги своим ученикам и вытирать их полотенцем, которым Он был припоясан. На самом деле это просто даже не вкладывается в голове, и если попробовать это представить, то это было что-то невероятное. Вот мы до сих пор держим у себя представление в нашем воображении этого великого Бога, который одним дыханием Он просто выдохнул все это множество звезд, который буквально несколько слов создал Вселенную. И этот Бог, Он до такой степени смиряет себя перед человеком, что Он готов мыть и вытирать ему ноги. И если подумать практически, но мы осознаем, что это не была какая-то приятная работа, это были грязные, ну извините меня, пожалуйста, вонючие ноги, потому что мало ароматов, грязных ногах, которые ходили целый день, и великий Бог, который выдыхает звезды, Он настолько смирил и настолько опустил себя перед человеком. И почему? Почему? Для чего? Зачем? Потому что любовь, она не превозносится, и Он является настоящей истинной любовью, и настолько сильно Он любит человека. Даже если посмотреть на то, как пришел Иисус в этот мир, Луки 2, глава 6, по 7 стих, Вифлееме у Марии подошло время родов, и она родила своего первенца, запеленала его и положила в кормушку для скота, потому что для них не нашлось места в гостинице. Можем ли мы вообще вложить это в свое понимание, можем ли мы представить это, что тот Бог, который просто выдыхает звезды, Он родился и был положен в кормушку для скота. И кто были самыми первыми людьми, кто узнал о его рождении? Это были пастухи в поле, которые просто на своей обычной смене после овец. Как все просто и как все без какого-то величия. Насколько Бог был готов просто смирить себя перед человеком, для того, чтобы не возвыситься, но для того, чтобы быть наравне с нами, чтобы показать свою любовь, свое почтение, свое отношение к нам. Сколько любви и сколько смирения в таком большом, в таком великом и в таком необъятном Боге. Наш Отец, Он такой же самый, это все тот же Отец, которым и был Иисус, который исцелил каждого и помог каждому, кто пришел и обратился к Нему за помощью. Все, кто бежали, все, кто кричали, все, кто просили, Он был готов помочь каждому. Это наш Отец, который сказал, я хочу очистись. Это наш Отец, который сказал женщине-блуднице, где твои обвинители? Больше никто не обвиняет тебя? И она сказала, нет. И он сказал, и я не обвиняю тебя. Иди и больше не греши. Почему? Почему его любовь такая большая? Потому что он больше греха. И знаете, если нас людей грех может устрашать, если мы услышим, что кто-то согрешил, то его любовь, его милость, она намного больше этого. И он не обвиняет. Он говорит, я не обвиняю тебя, иди и больше не греши. Нестолько большое, полное любви, настолько богатое любовью в сердце. И это наш небесный Отец. Вот такой он наш небесный Папа. И я слышала, я уверена, вы тоже слышали много раз, что Ветхий Завет чаще всего он рассматривается, его приравнивают, скажем так, к отражению, выражению другой стороны Бога. Если Новый Завет считается 100% показателем его большой любви, его большой милости, то Ветхий Завет чаще приравнивается как, скажем, к справедливой стороне Бога, что там Бог показывает себя как строгий, жесткий, справедливый судья, который наказывает за грехи. И, конечно же, Бог справедливый. То есть, это было бы глупо, так не может быть и не должно быть, чтобы любовь была слепа. Но даже в Ветхом Завете все, что мы читаем, если мы внимательно посмотрим на любую историю, то любая история наполна его любви. И она проявляет его любовь. И знаете, однажды я услышала такое выражение, кто-то сказал такое выражение, и оно просто пленило, захватило мое сердце. Вот оно в одну минуту вообще изменило весь мой взгляд на Библию. Вот что это было за выражение. Что, по сути дела, если описать Библию вот в одном выражении, то это история об отце, у которого украли сердца его детей, и который на протяжении всей истории человечества пытается возвратить эти сердца обратно. И это действительно так. И это прослеживается и в Ветхом, и в Новом Завете. Несмотря на то, сколько бы человек не отвергал Бога, не предавал Бога, и в Ветхом, и в Новом Завете, Бог является той Личностью, которая безостановочно и непрестанно ищет путей, как снова соединиться с человеком, как снова наладить этот контакт, от которого человек так часто отказывается, от которого человек так часто убегает. Человек постоянно выбирает что-то другое, а Бог постоянно искал пути. Он постоянно искал пути, как найти снова этот контакт с человеком. И мы тоже обратим внимание на несколько историй на несколько мест в Писании из Ветхого Завета. Я бы хотела, чтобы мы посмотрели в Бытие, в 6 главу, 6 стих. Здесь было описано очень интересное чувство, ощущение Бога, которое он пережил. И я думаю, все мы с вами понимаем, что Бог не раз такое чувствовал и не раз такое переживал. Просто это было описано всего лишь несколько раз. Но на протяжении человечества ему часто приходилось чувствовать и переживать подобное. Бытие 6, 6. Господь увидел, что люди на земле развратились, и все их мысли постоянно склоняются к злу. Господь пожалел, что сотворил человека на земле, и сердце его наполнилось болью. И сказал Господь тогда, я сотрусь лица земли человека, и весь человеческий род, который я сотворил, и людей, и птиц, и животных, потому что я сожалею, что создал их. Представьте, насколько это был переломный момент вообще для сердца Бога, когда Он создал столько прекрасного, когда Он вложил так много, когда Он вложил самое лучшее. И у тебя самое ценное творение, человек, он отказался от него. Он выбрал совершенно другой путь, и он посчитал, что он справится без Бога лучше. И как мы прослеживаем вообще поведение людей, поведение человечества, то сто процентов, у кого не раз приходилось переживать подобное. Но при этом все, Он всегда оставался тем же любящим и милующим Богом, который снова и снова являл свою милость. Который после этих слов, когда Он хотел уничтожить все человечество из-за Его разврата, из-за этой грязи, в которую погрузилось человечество. Но Он оставил живых Ноя, Он оставил всю Его семью, и вместе с ними Он спас и животных. Его милость, она проявлялась снова и снова, даже когда уже, казалось бы, не было никакой надежды. Даже тогда, в Ветхом Завете, когда еще не было искупительной жертвой Иисуса, когда грех, он был такой большой преградой для человека, чтобы приблизиться к Богу. Но даже тогда Бог постоянно являл свою милость. Или, например, история с Содомом, когда был уничтожен Содом. Очень интересно. Там написано, что Бог услышал вопли, крики, взывания женщин, матерей, которые молились о разврате того города, о том нечестии. Они присылали у Бога правосудие. И Бог, Он уничтожил город просто так, с одного раза. Но два ангела, и Он вместе с ними, они спускались для того, чтобы посмотреть. Они спускались, чтобы проверить, действительно ли все так, как говорят люди, как называют люди. Они спустились, они проверили. И мы помним из этой истории, что Авраам, Он общался с Богом. И Бог был готов сохранить весь город, который действительно был полон разврата, полон нечестия. Он был готов сохранить даже ради десяти праведников. И Бог спустился проверить, найдется ли там десять праведников. И сто процентов Он спускался. Ангелы пришли с надеждой, чтобы найти. Они хотели найти. Они надеялись найти, чтобы сохранить весь город. Чтобы у города осталась надежда. Но они не нашли. Был один праведный лод. И больше никого. И поэтому Бог поступил по страдливости. Но до конца Он желал и Он хотел спасения. Он желал найти этих десять праведников. Для того Он испускался вместе со своими ангелами. Его необъятная, безграничная любовь. Даже там, в Ветхом Завете. Когда была такая большая преграда и такая большая стена между Богом и человечеством. Еще один хороший пример. Один из моих любимых в Ветхом Завете, который показывает, что Бог Он искал. Постоянно искал пути для того, чтобы быть ближе к человеку. Это исход, 20 глава, с 18 по 20 стих. Это было время, когда Господь, Он решил, Он захотел говорить ко всему народу. То есть до этого всегда Моисей был тем человеком, кому говорил Бог, а Моисей говорил к народу. Но Бог дал народу указания, как подготовить себя для встречи с ними. Он хотел говорить всему народу, чтобы каждый человек мог лично Его слышать. Чтобы каждый человек своими собственными ушами мог Его слышать. И что ответил ему народ? Вот что произошло. Когда люди увидели гром и молнию, услышали трудный звук и увидели гору в дыму, они задрожали от страха. Они встали поодаль и сказали Моисею, говори с нами ты сам, а мы будем слушать. Пусть Бог не говорит с нами, иначе мы умрем. Но Моисей сказал, не бойтесь. И немножко дальше написано. Народ так и остался стоять поодаль, а Моисей приблизился к облаку, где был Бог. Это был очередной шаг Бога, когда Он желал быть к человеку ближе. Но так часто люди, они сами отказывались. И так происходило много раз в истории. Бог хотел иметь свой избранный народ, Он хотел являть свою милость, Он хотел дарить Своё благословение. Он всегда оставался и был любящим Богом. Но народ сам выбирал неправильный путь. Люди сами выбирали неправильный путь. И очень интересно, что даже этот израильский народ, ну они ошибались, потому что они люди. Они знали много ошибок. Но при этом Бог много раз, когда планировал принести какое-то наказание, Он изменял своё мнение. Он планировал принести какое-то наказание и много раз на своё мнение изменял. И Он являл милость снова. И Он продолжал быть верным этому народу. Он продолжал любить и благословлять этот народ. Ещё одно интересное местописание. Нам будет достаточно. Давайте последний раз смотрим. Исход 20 глава, 5-6 стих. Вот я не раз слышала, когда люди, они первую часть стиха расценивали, как вот именно показатель, как они говорят, жёсткой стороны Бога, жёсткой справедливости. И вот что это за часть стиха. Я, Господь, твой Бог, ревнивый Бог, наказывающий детей за грехи отцов до третьего и четвёртого поколения, тех, кто ненавидит меня. И люди часто это рассматривают, как какую-то жестокость, строгость Бога, наказывающий детей за грехи отцов до третьего и четвёртого поколения. Но даже вот касательно этого местописания, в конце концов, Бог, Он дал понять чётко своё мнение, что каждый будет отвечать за свои грехи. Но теперь посмотрим вторую часть стиха, которая нас интересует больше всего. «Но Я есть Бог, являющий милость тысячам поколений, тем, кто любит Меня и соблюдает Мои повеления». Если по справедливости наказывались 3-4 поколения за то, что ненавидели Бога, то благословение, оно идёт на тысячи поколений. Вот она, любовь, щедрость и милость Божия. На тысячи поколений благословение из-за одного человека, любящего и соблюдающего повеления Божьего. И так можно рассматривать разные истории, разные места из Писания, дальше и дальше. Ветхий Завет и Новый Завет, они полны Его Любви. Они переполнены Его Любовью. И мы можем это чётко видеть, чётко прослеживать в любой истории. Так много любви. И в заключение, вот даже если мы посмотрим на самое начало, на сотворение человека, бытие, 1 глава, 27 стих. «Тат Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божьему, Он сотворил его». Уже это самое начало было таким большим правлением Его Любви. Великий Бог, непревзойдённый Бог. Ведь Он мог остаться единственным, скажем так, в своём роде, чтобы не было на Него никого похожих. Он был настолько щедрый, настолько любящий, что Он готов был вот самое лучшее вложить, буквально своё отражение в человека, создать кого-то похожего на себя. Его Любовь, Его щедрость, она подвигла бы на то, чтобы не ставить всё самое лучшее, свой титул, свой статус, свою неповторимость только при себе. А Он создал такого уникального, неповторимого человека. Он создал такое великое чудо. И вы знаете, что интересно? Интересно то, я уверена, что многие из вас над этим задумывались, но может быть кто-то не задумывался. И вот это очень интересная мысль. Когда человек ещё не был сотворён, и был Бог, который является любовью, совершенством любви, то Бог сотворил человека не для того, потому что Он, Бог, нуждался в любви. У Него не было нужды в любви. Он есть сама любовь. У Него нет недостатка любви. И поэтому, ну, святой вывод, что так как в Нём был избыток любви, то Он сотворил человека для того, чтобы Ему эту любовь дарить, для того, чтобы эту любовь изливать человеку, для того, чтобы любить человека, или для того, чтобы Его любили, потому что Ему не хватало, кто Его любить будет. У Него не было в этом недостатка и нужды. Но Он сотворил человека, чтобы любить Его. И вот какая интересная мысль. Бог сотворил человека, чтобы быть любимым Богом. Это значит, что нужда в любви у человека, она размером самого Бога. И только эта любовь, такого размера, сможет удовлетворить человека. А никакая другая, она не сможет, потому что Ее будет недостаточно, Ее не хватит. Если мы представим просто размеры Бога, исходя из того, что мы слышали о звездах, которые Он просто выдыхает. Представьте, когда, ну тогда, какой большой Бог, если Он просто одним дыханием выдыхает такие большие звезды. Вот каких масштабов наш Бог? И представьте, вот таких вот масштабов наша нужда в любви. Вот какие мы ненасытные. И это неплохо, это не является каким-то минусом, каким-то изъяном. Мы созданы были для того, чтобы Бог нас любил. И мы любили Его в ответ, чтобы мы были счастливы. И вот в чем вообще ошибка человечества. Естественно, люди, которые еще не познали Бога, они просто не знают выхода. И они пытаются восполнить эту любовь, они пытаются найти восполнение ее любыми методами, которые только могут им быть доступны. Они пытаются найти, как это восполнить через других людей. Но, если вот нужда в любви, она такая масштабная, размером с Богом, то даже если все люди на земле любили человека, этого бы ему не хватило. Потому что ему нужно больше, ему нужно масштабом с Богом. И самое важное, чтобы в нашей жизни, как в жизни христиан, которые уже знают Бога, которые познали, не было этой ошибки. Чтобы мы нигде не поймались на то, чтобы искать восполнение этой любви ни через те пути, ни в той стороне. Потому что никто не сможет восполнить, кроме Бога. Нам всегда будет недостаточно. Нам всегда будет действительно не хватать. Нам будет не хватать любви в нашей семье, от нашего мужа, от наших родителей, от наших детей. Нам может казаться, что они недостаточно нас любят. И это будет правдой. Они недостаточно нас любят в соответствии с нашей нуждой. Но только Бог может восполнить эту нужду. Ни один человек на земле он не сможет любить достаточно настолько, чтобы нам хватило. И вот он ответ для того, чтобы мы имели эту полноту. Чтобы наша нужда в принятии, в понимании, она была восполнена. Это только наша прямая связь с Богом. Это только взять это от Него. И благодаря этому, именно благодаря этому Иисус, Он прожил успешную жизнь. И Он совершил успешное служение. Вот такой вопрос вам задам. Кто из вас считает, что в Ветхом Завете действительно было много, действительно успешных пророков, учителей, которые могут быть для нас хорошим примером? Я считаю, что было много таких. И вы тоже со мной согласны. Но, я думаю, с этим вы тоже согласитесь, что если посмотреть и в Ветхий, и в Новый Завет, то Иисус был человеком, который совершил самое успешное служение. Он был человеком, который прожил самую успешную жизнь. И почему это произошло? Потому что, в отличие от тех, тех людей, Он действительно, Он обладал этой любовью Бога. Он взял эту любовь от Бога, потому что Он знал, что Он является Сыном. Он был Сыном. Если Ветхий Завет называл Иисуса всеми теми словами, что Он должен сделать, помазанник, спаситель, Он должен спасти человечество, то Сам Бог Иисуса назвал именно Сыном. Когда Иоанн крестил Иисуса, то прозвучал голос небес, «Это мой возлюбленный Сын, в котором мое благоволение». Именно из-за того, что Иисус прожил жизнь Сына, имея полноту этой любви, то Он совершил самое успешное служение, и жизнь Его была самой успешной. И это ответ для нас, для нашей жизни сегодня. Если мы проживем нашу жизнь, как сыновья и дочери, то мы будем максимально успешны, и мы совершим максимально успешное служение. А другого выхода просто нет. Я просто представляла себе, вот представьте, если бы Иисус, Иисус не имел вот этого понимания и полноты этой любви от Отца, то Он бы даже до креста не дошел. Он бы умер до креста из-за отвержения, которое ему приходилось переживать. Вот сколько в Его жизни было отвержения и непонимания, вот если только представить. Вряд ли бы кто-то из людей смог это перенести. Ученики, они тоже у них были там разные моменты, неверные, не понимали Его. Люди в родном городе Его не принимали. Старейшины, священники, первосвященники, они вообще считали, что Он силой велезивола изгоняет демонов. Сколько было непонимания, непринятия от людей, если бы Иисус действительно не имел этой полноты любви от Бога, то Он бы просто не прошел эту жизнь. Он бы просто не справился. Это была Его самая большая ценность. То, что Он был Сыном, и то, что Он обладал этим, Он знал это. И что интересно, что интересно, когда дьявол искушал Его в пустыне, то именно в это Он пытался посеять сомнения. Он говорил, если ты Сын, давай проверим, а действительно ли ты Сын? А может быть, ты не Сын вообще? Дьяволу не было опасно, то, что Иисус будет уверен, или что Он помазанник, или что Он Спаситель, или что Он Мессия. Но он именно пытался посеять сомнения в Его Сыномство. Он говорил, если ты Сын, то сделай это. Может быть, не получится? Может быть, ты тогда вообще не Сын? Он знал, что это было очень ценно, и что это было самым важным. И это то, что является самым ценным у нас сегодня, в нашей жизни. В принципе, мы практически подошли к концу. Просто хочу вам привести один пример из своей жизни. Я думаю, те из нас, ну, многие из нас в этом сале, вы уже переживали, и я переживала отцовское прикосновение, отцовскую любовь. Просто расскажу вам один пример, как свидетельство, и он вас немножко повеселит. Для кого-то этот пример будет смешной, но для кого-то он будет интересный. Просто одна из мелочей, в которой однажды Бог исцелил меня. Очень смешная история, но сейчас она для меня смешная. Приблизительно, когда мне было 11-12 лет, я была на одной домашней группе. У нас была домашняя группа, но приблизительно из 10 человек тогда. Я была на домашней группе, и вот так получилось один раз, там собралось 9, да-да-да, 9 ребят собралось, и я одна была. То есть там у нас как бы всего в группе еще 2 девочки было, но в этот раз они не пришли, это было 9 ребят, и я одна среди них. И я помню, мы как-то разговаривали о разных библейских персонажах, как-то мы там дошли в Ветхий Завет, Новый Завет, кто там, у кого самые большие чудеса, и даже не помню как, но мы дошли до Соломона. И ребята, ну, как их было 9 человек, они пошутили одной очень неудачной шуткой. Ну, да, это надо будет на детском служении поделиться, чтобы ребята не шутили такими шутками. Они пошутили очень неудачной шуткой, которая меня тогда задела. И знаете, что они пошутили? Они вот так вздумались о Соломоне и сказали, о, ну, Соломона всего классный мужчина. У него было полтысячи жен. Вот ну какой удачливый. Повезло ж ему? И они вот начали размышлять. Говорят, вы представляете, это ж ему можно каждый день жену менять, и каждый день новая. И он даже ее имени не помнит. И они так развели эту тему, пошутили. А я сидела и думала, не, ну, надо же, ну, бедно в конце концов. Ну, как это? У каждой девушки Богом вложено это желание, как у любого человека, быть особенным, действительно любимым Богом в полноте максимально, быть единственным, особенным и неповторимым. И Бог действительно любит нас настолько, как каждого. Но люди, они пытаются найти это в чем-то человеческом. Они пытаются найти это от людей. Мне было так обидно. Девять мужчин, девять парней сидели в комнате, и все мне так восхищались Соломонову, у которого было полтысячи жен. И я думала, ну, а где же, где же тогда найти такого, который будет тобой одной восхищаться и который будет усиленно одну тебя оценить. И я помню, пришла домой, и я так долго думала, вот, ну, столько же мне было, ну, как это, вот, интересно, что я такое услышала. Я думала, ну, надо же так, и где вообще тогда такого найти? И я по мне ложилась спать, ну, вот я еще была ребенок, ну, представьте, я даже ложилась спать, и я там даже там поплакала в подушку. Вот мне было так обидно за мужчин. И, конечно, ну, не все мужчины такие. Вообще, это была шутка, но вот тогда я это так восприняла. и просто даже спустя вот несколько лет в одно время, когда я просто Богу открывала свое сердце, общалась с ним, Бог мне напомнил эту историю, и Он просто дал мне понять, уложил это у меня глубокое понимание, откровение, что, да какая вообще разница? Ну, то есть найдется в свое время мужчина, который будет меня любить так, как он сможет по-человечески любить, но вообще, какая разница, даже найдется или не найдется, будет такое или не будет. Если самый прекрасный мужчина во Вселенной, самый великий мужчина во Вселенной, он считает меня самой особенной, он считает меня действительно достойной, и он считает меня не сравненной. И это было дело 10 минут, когда Бог это вложил в мое сердце. И это, знаете, вот как говорится, это как пустило, полностью изменило вообще мое понимание, мое восприятие касательно мужчин. И все стало так хорошо. И к мужчинам стало легче относиться. Такая мелочь. Но вот так часто у нас бывает так много разных таких мелочей, которые тянутся и не нас тормозят. А у Бога есть вот немного больше. Он хочет, чтобы мы были полностью свободны в Его любви. И чтобы мы жили, чтобы мы служили из полноты этой любви. Не просто пустыми или даже с недостатком, сами пытаясь найти, восполнить эту любовь из человеческих источников, но чтобы мы уже были полны, из этой полноты мы жили, мы несли эту любовь. Потому что именно любовь, она является самым большим чудом, которое изменит этот мир. Аминь. Если вы не будете, я бы хотела вам предложить вместе встать и совершить одну общую молитву. Я поведу вас в этой молитве. Я буду делать паузы, промежутки, чтобы вы могли повторять. Если вы действительно нуждаетесь в этой молитве, то вы можете повторять ее за мной. Эта молитва будет о том, чтобы если у кого-то из вас на память и пришли такие люди, какие-то ситуации, где вы действительно ждали от людей, пытались найти от людей, а они не дали достаточно, и пришло разочарование, пришла какая-то боль, то мы откажемся от всего этого. Мы отпустим все это, и мы отпустим этих людей. Потому что они не виноваты, они и не могли нам дать достаточно. Только Бог мог. И мы просто позволим Богу чистить наше сердце. Мы откажемся от всего этого, мы оставим все это, чтобы Его любовь, она наполнила наше сердце, чтобы был избыток. Если вы считаете, что вам нужна эта молитва, что она вам поможет, что вам нужно ее сказать, то просто повторяйте ее за мной. Мой дорогой Небесный Отец, мой дорогой Небесный Папа, я благодарю тебя, что Твоя любовь ко мне так велика, так необъятна, и ее больше, чем достаточно. Прости меня, мой отец, прости меня, мой папа, что иногда я искала эту любовь не там, где нужно, и что я не получала достаточно, что приходило разочарование, я сейчас отпускаю этих людей, которые не дали мне достаточно любви, я прощаю этих людей, я говорю, что они не виноваты, потому что они и не могли дать мне то, что можешь дать только ты. я отрекаюсь сейчас от всякой боли, я отпускаю всякую боль, я отказываюсь от всякой боли, от всякого разочарования, и я провозглашаю, что я свободна, что я исцелена или исцелен в любви твоей. Спасибо тебе, мой Бог, и я открываю свое сердце сейчас и прошу, пусть любовь твоя, она течет в мое сердце и она исцелит всякую рану, которая может быть. пусть твоя любовь она наполнит меня, дай избыта и исцелит. Аминь. Аминь. И я предлагаю вам в завершении первой части просто выйти сюда, те, кто из вас нуждается, и мы просто образуем молитвенную линию, как мы это обычно делаем, и мы сейчас с особенной молитвой помолимся, служители пройдут и помолятся на каждом из вас просто, чтобы сейчас любовь Божья она текла в ваше сердце, чтобы любовь Божья она наполняла до избытка, и чтобы мы пережили ее и узнали ее больше, чем когда-либо даже раньше. Пусть будет больше, у Бога есть больше. Наши служители они просто будут проходить, молиться, и я подраю вас закрыть глаза, даже не обращать внимания на людей, а просто сейчас общаться, иметь эту близкую связь, близкие отношения со своим отцом, со своим папой, и принимать от него на придуре. Он здесь, он очень сильно любит, он очень сильно ценит нас и каждого из нас. Служители, вы можете начинать молиться, наша команда можете идти по рядам. И тех, кто стоит, молитв на линии, я вас упомяю, просто принимайте, просто принимайте, потому что он здесь, и он хочет, чтобы вы это пережили, и он изгибает свою любовь в ваше сердце. Его любовь полностью изменяет наши сердца, наше мышление, наш разум, полностью преображает и делает совершенно новыми. спасибо тебе, спасибо тебе, наградецейный наш отец, наш уместный папа, за то, что твоя любовь она сейчас наполняет наши сердца. Дай избытка, дай избытка, спасибо тебе. пусть твоя любовь течет, и она вытесняет из наших сердц любое разочарование, любые остатки боли, все, что пришло не от тебя, все, что пришло из-за неправильного понимания, из-за лжи дьявола, из-за его умана, пусть твоя любовь она все это вытеснет, пусть она все это вытеснет и займет место в нашем сердце. пусть наши сердца не будут наполнены только твоей любовью и никакой горечью, никаким разочарованием, потому что твоей любви больше, чем достаточно, потому что мы так сильно приняты тобой, мы так сильно поняты тобой, мы так сильно возлюблены, мы так сильно любимы. Спасибо тебе, наш Господь, мы благодарим тебя. Как действует вера, тогда мы начинаем правильно ее задействовать. Забегая наперед, хочу сказать, я в Господе уже много лет, и я всегда пользовался верой, но в тот момент, когда я получил откровение, как работает вера, тогда вера начала работать по-другому в моей жизни. Тогда я видел сразу рост, исцеление чудес. Это не было посещение с неба, не пришел ангел и не кинуло меня какую-то милость. Просто изменение мышления принесло мою жизнь то, что я за год служения увидел больше, чем исцеление чудес, больше, чем за 20 лет служения до этого, за год только. и это не было от посещения ангела, это не было от какого-то столкновения с Богом, это было от изменения мышления. И скажите кому-то, что рядом, нам нужно менять мышление. Это правда, друзья, это правда, и нужно на это настроиться, потому что новое вино не вливается в старые мехи. Если вы будете думать по-старому и пытаться вместить что-то, что вам новое сегодня дают, это не прилепится просто. Это то, что происходит, когда у нас есть старый багаж, мы приходим на конференции, учимся, а оно не работает у нас. Нам говорят, делай вот так, а оно не работает, потому что пытаемся прилепить новую заплату старой одежде. Тема называется так «Не просите веру, а действуйте в вере». Я буду проповедовать 20 минут, но рекомендую вам записывать, потому что это корень, это то, из чего растет все дерево. Если эту тему поймет человек, то я вам просто гарантирую, что уровень чудес сразу увеличится в вашей жизни. Я эту тему не понял еще на 100%, может на 10%, но то, что я уже понял, оно меня слишком продвинуло дальше. И я пытаюсь дальше вникать и вникать, думаю, что чем дальше буду вникать, чудеса будут увеличиваться больше. Евреям, 11 глава с 1 стиха. Вера это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. Древние жили такой верой и заслужили одобрение. 6 стиха. Без веры же Богу угодить невозможно. Без веры Богу угодить невозможно. Вот так Бог решил. Бог для нас решил, что путь веры это именно тот путь, который мы угодим. Мы не хотим дискомфорта в жизни. Мы не хотим этих крайностей, мы не хотим рисковать, но Бог для нас предназначил именно этот путь. Без веры угодить невозможно. Если мы хотим одобрения Бога, то оно не придет от того, что мы делаем, а оно придет, если мы живем верой. Написано, вот эти древние жили такой верой и получили одобрение от Бога. одобрение за что? Не за то, что они сделали конкретно, а за то, что они жили верой. Жить верой и иногда поступать по вере, это разные вещи. Многие из нас иногда практикуют веру. Знаете, нам нужно изменить полностью мышление, чтобы понять, жить верой это на самом деле нормально. это драйв, это дискомфорт. Тебя считают сумасшедшим и ты сам считаешь сумасшедшим, потому что ты заявляешь о таких вещах, которые нереальны. Ты влазишь куда-то, что нереально. Ты хватаешься за что-то, за что люди говорят, слушай, ну ты ненормальный в такое верить. Не втягивая нас туда. И вот как раз такие люди угождают Богу. Представьте, то, что для других кажется, сумасшествие, отсутствие логики, отсутствие вообще какого-то здравого смысла, Бог говорит, о, вот это ребята мои, это ребята, которые полностью угождают мне. Поэтому мы не будем надеяться, что наша христианская жизнь будет комфортной жизнью. Не надейтесь, особенно если вы жаждете чудес, особенно если вы жаждете большого служения, где вот вы представляете себе, будет вот так, вот так, это не будет. Красные дорожки перед тобой и Бог все перед тобой делает, и ты только наступаешь. Это будет ты куда пойдешь, неизвестно куда, и когда ты прошел, оглядывайся, фу, слава Богу, что я прошел. По-другому никак. Почему Богу нравятся такие люди? Почему написано без веры не угодишь Богу? Потому что только через таких людей Бог может сделать великие вещи. Бог не может сделать великие вещи через людей, которых сильно развита логика, которые сильно аналитики, которые все просчитывают, чтобы не ошибиться, чтобы не дай Бог репутацию свою не подмочить, чтобы что-то не так сделать, а лучше не буду делать. Бог не может через таких людей ничего сделать. Если вы слишком осторожный человек, Бог не сделает через вас великих чудес. Это не путь, которым Бог действует с людьми сверхъестественного. Я знаю, вы не услышали, вы просто кушали, у вас сейчас еда переваривается, вам хочется спать. Потому что то, что я сказал, оно очень важно. Что я сказал последнее? Я сказал слово важное последнее. Я начинаю вам из еврея, с той же главы, чуть-чуть дальше, 33-35 стих. Я хочу что мы что-то увидели. Почему Бог одобряет таких людей? Почему такие люди угождают Богу? Потому что, читаем с 33-го стиха, они, вот такие люди, верой покоряли царство. Вы слышите, чем царство покоряли? Верой, а не оружием. Восстанавливали справедливость, получали обещанное, закрывали пастиль вам, гасили яростное пламя, спасались от острия мяча, их слабость становилась силой, они были крепкими в битве и обращали в битве чужеземной армии. Чем? А не верой. Вначале было а не верой. к женщинам возвращались их умершие близкие воскресшими к жизни. Вы видите, вера это что-то очень практичное, это не чувство. Вера кому-то может стоить жизни. Поэтому Бог нуждается в таких людях, потому что такие люди делали то, что вражеская армия обращалась в бегство. написано они верой это делали, а не силой оружия. Кому-то это стоило жизни, потому что кого-то везли домой умершим, а жена в это время стояла в вере и получила мужа живым. Потому нужны Богу такие люди. Люди, которые рискуют, люди сумасшедшие. Люди их называют неадекватными и ненормальными. Например, некоторые вещи, которые я озвучил, некоторые мне говорили «Та не, ну такое ты что? Не-не-не». Я помню мой первый опыт в вере. Это было очень давно, может быть 15-18 лет назад. Я был очень жертвенный, давал деньги, все делал то, что нужно, все как бы хорошо, но у нас были огромные проблемы финансов. Вот он говорит «Вот». Непонятно почему. И дошло до того, я вот не знаю не напомню или нет, что она говорит «Слушай, мы уже за квартиру не платили сколько там, 4 или 5 месяцев что-то, ну задолжали, но это давно было, не переживайте». и мы начали молиться «Боже, что не так? Да мы настолько щедрые, да мы всех кормим, поим, встречаем помазанников, возим их, мы все делаем». Почему? И нам пришло слово. Это не значит, что к вам такая тишина сейчас. Наверное, вы хотите, чтобы секрет, да? Но это к нам пришло слово. Я тогда не знал этих принципов, это просто экземпл. И пришло слово. Есть Божий человек, который в вашу жизнь много вкладывает. Начните благоставлять этого человека десятой частью. Мы всегда служили десятой частью, приносили в церковь. Всегда, для нас это никогда не было проблемы. И когда у нас было 6 месяцев уже долг, представьте, и вот мы принимаем решение. То есть как можно человека, всегда частью угла создать, когда мы принимаем это решение, сразу же открылись, откуда ни возьмись, финансовые источники, которые у нас много лет вообще не закрывались, помнишь? Сразу же. Нам через неделю, через два, через две приходит письмо. Когда мы только приняли решение, мы еще ничего не сделали. Внимание, мы еще ничего не сделали. приходит письмо от человека, которого мы вообще далеко знаем, который далеко знает нас. И он говорит, я хочу вашу семью поддерживать финансы. и эта сумма была аннелуя. Нам этого хватало годами. И потом пришло время, когда мы стали самостоятельными верить, нам это не понадобилось у нас искренне другие источники. Понимаете? Ну, что такое вера? Я сейчас мне не грах говорю, не переживайте. Я говорю сейчас о том, что такое вера. Это что-то нелогичное, это что-то не может просчитать, но оно соответствует Слову Божьему, и оно работает. Смотрите, как работает вера. Вот тема называется «Не просите веру, а действуйте по вере». Мы хотят веру почувствовать, и потом не действовать. Мы хотят ощутить внутри себя восхищение. Все, у меня есть вера, все, иду по вере. Не пытайтесь ее почувствовать, потому что вера это действие. скажите действие. Это простая вещь для первого класса, но пока это из головы в сердце не пройдет, оно начнет работать. Вера это действие, но ты пытайся почувствовать действие. Вы слышите? Бог, дай мне веру. Хорошо, если вера это действие, как-то нелогично получается. Бог, дай мне действие в то время, когда я должен совершить действие. Я должен совершить действие. Вы видите, вот это просто действует вера. Еще раз, я знаю, вы не понимаете, мне нужна вера, чтобы преодолеть какой-то этап, рубеж какой-то. Так, делается вот так, идется туда, вслепую и делается. И вот это действие веры. И эта вера осуществляет, реализует. А мы с чем другого, что мы здесь. И у нас появилось какое-то чувство, я смогу это сделать. Бог мне дал 15 уже откровений. Мне 16 раз ангелы являлись. Мне уже перст написал, у тебя это получится. мы ждем вот это, чтобы понять, что у нас получится это поверье. Вера работает по-другому. Вот она каритошное сумасшествие для людей, кто не знает Бога. Это ты просто идешь туда и запускаешь этот механизм в то время, когда оно еще ничего не работало, не предвещало ничего и не обещало ничего. т.е. ты буквально материализуешь, осуществляешь, когда это делаешь. Первая поездка за границу в церковь втором торопорде пробуждения. Я так хотел туда попасть. И мне нужно было там 2000 долларов. На те времена, это было ой-ой-ой, 12 лет назад, это были небольшие деньги, а не сейчас хорошие деньги. и я тогда и вот я тогда впервые как работает вера. Мой наставник сказал мне готовься в поездку. Кто-то уже слышал эту историю, но кто-то нет, кому-то нужно ее послушать. Здесь ключи есть. Готовься в поездку. Я говорю, как будет день, буду готовиться. Ты не услышал меня, готовься в поездку. Сколько осталось до поездки? Шесть месяцев. Делай паспорт. Я говорю, да, если будет день, то и паспорт сделай. Сказал, делай паспорт. И делай срочно, потому что паспорта быстро не делай, не загад паспорта. Я говорю, хорошо, и нужно было срочно 200 долларов. Это нормально? Ну, это дорого. Где-то их нужно взять. Я помню, я там еле нашкрыбал где-то 200 долларов, чтобы вытащил из семьи, чтобы взять этот паспорт. Ну, что вы думаете, когда я сделал паспорт, начали пробраться денег. И не из кошелька семьи, и не из бизнеса какого-то. Просто звонит человек, извиняюсь, пишет мейл человек, который не знал вообще ничего в этой поездке. Вот как Бог делает сюрпризы. И у кого-то здесь мейл в свои почтовые ящики. Ну, готовьтесь. Это хороший канал, чтобы через сам происходить. Человек пишет мне письмо. Ну, как где дела, там, все остальное. Я да, нормально, вот, хотел бы поехать в поездку в канату, молюсь. Он пишет, а что, деньги нужны? Это правда? Я ни у кого не прошу, честно. Что у меня знание? не прошу людей. Я говорю, да, но если Бог устроит, я не попросил. Если Бог устроит, если так ему будет угодно, в общем, я там уведомил. Он пишет письмо. Я понял, что тебе нужны деньги? Я плачу тебе полностью всю поездку, если ты согласен поехать. Если ты обещаешь мне, ты со мной встретишься попьешь вместе в кафе чай. Это попал впервые в Нигерию в Лагос и Тебе Джошуа. Хорошо. Тоже очень интересно. Сижу я, смотрю ролики Тебе Джошуа. Так хочется туда. И приходит письмо. Мэйл. У кого есть мэйл? Приходит мэйл. Пишут мне незнакомые люди. Здрасте. Вы нас не знаете. Но мы вас знаем. мы нашли ваш сайт и увидели, что вы переводите ролики Тебе Джошуа. И тогда впервые понял, что иногда мы что-то делаем хорошее, это вклад наше будущее. И оно воздаст. Что вы переводите ролики. Ну да, делаем понемножку. А хотели бы вы лично встретиться с пророком и повидать своими глазами? Я говорю, ну конечно, это дорого. я буду молиться. Они присылают мне следующие письма. Не переживайте, мы вам все оплатим. Нужно ваше согласие. То, что я вам сейчас рассказываю, мне говорит о том, какой упас тролио, какая большая вена. Вы чувствуете, что здесь не было почти никакой веры. Здесь элементарная переписка, элементарные какие-то вещи. Но вот так вера и работает. Вот мы больше размышляем, пытаемся какие-то чувства себе поднять, чтобы увидеть, что она есть, а потом мы планируем поступить по вере. Вера по-другому действует. Не имеешь никаких чувств, но имеешь твердое желание. знаешь, что не против Божьей воли. Ты просто идешь туда, и это начинает работать. То есть ты вступая сюда, включаешь механизм веры, и начинает это осуществлять. Пока ты в это не вступил, ангелы начинают идти, и начинают это делать. Я думаю, что тема раскрытой веры. Все понятно, да? Вот так вера просто действует. Я уже много обраган о вере, но чувствую, что это учение очень простое и практичное. Вывод. Кто из вас может видеть большие чудеса финансовые, какие угодно? не думайте, как это придет, а делайте что-то по направлению к этим вещам. Вот и все. Делайте что-то. Если вы хотите куда-то поехать, например, мы хотели в прошлом году поехать на отдых. Извините, что я на свою жизнь не привожу, потому что правильно говорить, что ты пережил, а не кто-то. И мы хотели поехать на отдых. Начали смотреть. О, боже, как это дорого. Но мы не хотели поехать куда-нибудь близко. Мы хотели поехать далеко, где красиво, где хорошо, где дорого. Выбрали один из самых лучших курортов. Дорогущий ужас. Ну, потому что мы хотели, чтобы большая территория была, чтобы там красиво все было. И просто с тобой сражались уверены. Когда сумму узнали, мне говорят, нет, слушай, надо сказать, подешивлю что-то. Ладно, это личное мы не будем об этом. А там у меня супруга обидится. Не, она уже сценына, все нормально. И мы договорились, давай будем верить. Мы не знаем откуда, но деньги от кого-то придут. И мы согласились, эти деньги не будут с нашего бюджета. Вы слышите, это вопрос веры. Ты можешь согласиться экономить на Макронах жить, а можешь сказать, ни одной копейки с нашего бюджета не пойдет. Это вопрос веры. И все. Что курорты спрашивать и так далее, и так далее. Вы не поверите, приходит мейл. У кого есть мейлы, готовьтесь, чудеса приходят через мейлы. Приходит мейл. И там один человек, который нас знает хорошо, пишет, как дела, какие планы, и от того молимся, куда-то хотим отдыхнуть, поехать. А знаете, это было время тогда у нас, это было в том году, начались эти военные события все, у нас там в Костромейске три месяца не было воды, в городе вообще, вот такие ужасные условия, рядом эти террористы то придут к городу, то отойдут, вот такое, хотелось честно отдохнуть. И я говорю, там вот молимся, куда-то поехать отдохнуть, а сколько денег надо? Я небольшой денег, вы знаете, я просто написал, ну молимся, ну не знаю, сколько нибудь отдохнуть, ну две-три тысячи долларов может быть, поддержите в молитве, человек пишет письмо, я тебе нашел семь тысяч долларов, поэтому отдыхайте хорошо, берите хороший пирог и бежайте отдыхать. Мы поехали отдохнули шикарно, в хорошем месте. Это просто примеры, как, видите, она, верой нельзя просчитать и в заключении. Смотрите, я знаю, у вас есть вопрос, и у меня тоже есть вопрос. Городка действующая вера не всегда срабатывает, да? Вот каждый может рассказать десятки случаев, когда сработало и столько, а может больше, а может меньше, что не сработало. И вот почему же она не срабатывает? Ответ очень простой. Потому что мы учимся ходить верой. Верой невозможно одновременно и вот так вот родиться. Верой учатся. А учатся как? Путем практики веры. То есть, если я делаю и не получается, я делаю и не получается, это не проигрыш. Моя вера каждый раз растет, потому что я не перестал это делать. Вот и секрет. Люди, которые молят за больных, делают это, делают, делают, за 50 человек помолились, и они не воскресли из броду. Люди перестают это делать, но на самом деле это было 50 шагов твоему успеху, который ты уже прошел и поднялся, и потом в 51-й году воскрес, это благодаря тому, чтобы были 50. Если не было этих 50, не было бы 51-го. Вот почему многие не видят чудес. Они ждут, когда у них будет сила, они ждут, пока вы помолитесь. Молитесь за всех, освобождайте всех, если не получается, уходите с мыслью. Аллилуйя, я еще вырос, еще больше, я не отступлюсь, я буду идти дальше. Вот так вера растет. Вот так мы практикуем, вот так мы видим больше чудес, вот так мы видим финансовый прорыв. Вот и все. Давайте ставим наши ноги и помолимся о том, чтобы пришла эта простота понимания веры, чтобы простота откровения о вере пришла. как это работает. Я вам скажу честно, я не воспринимаю неудачи в вере. За всех ли? Да не видел ли я всех людей, за кого молился, за исцеление неисцеленными, нет, не видел. Ну и что? Ну и что? Зато видел столько много. Они перекрыли всех тех, кого я не видел неисцеленными. Вот это есть вера. Не получилось? А, нормально. Провожаешь. Господь, принимая 10 тысяч долларов, на этой неделе не получилось, ничего, молись дальше. Если не будешь молиться, вот тогда вера, она просто умрет и не принесет никакого результата. А вот так она принесет результат. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты дал нам откровение о простоте веры, о том, как просто вера действует и о том, как просто в вере действует. Пошли нам откровения, как пользоваться этим мощным инструментом. Принеси нам откровение. Простите, Господа, позже дай мне откровение о вере. Если бы вы Иисуса сегодня спросили, Господи, умножь веру, умножь веру, как ее умножить? Научи нас верить. Помните, ученики спрашивали? То он им не рассказал 20 шагов к росту веры. Он им сказал, что веру нужно практиковать. Он сказал, если вы скажете, на горе, и все, она сдвинется. Ответ был Иисуса, практикуйте веру. Интересно, что Иисус им сказал практиковаться не на кошечках, на скале. Практикуйте большие вещи. Не молитесь за 10 гривен, молитесь за 10 тысяч долларов, иначе вы не увидите действия веры. не молитесь за людей, просто у кого там царапина какая-то на щеке. Идите в больницы, где люди самые крайние лежат, самые смертные, самые тяжелые. Вот так мы видим действия веры. Отец, спасибо тебе, что вера проста, вера практична, вера дает нам, вера дает другим через нас, вера очень практична, мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя. Я хочу говорить сейчас о посвежении и о высвобождении веры. Секрет в том, что вы имеете веру в каждую. Иногда ей просто нужно высвободиться. Иногда должен кто-то, кто нам скажет, вперед, начинай. Закройте ваше голову сейчас и подумайте, что бы вы сделали, если бы ваша вера была точно такого же уровня и размера, как у Иисуса Христа. Подумайте, что бы вы сделали. Я серьезно. Подумайте, что бы вы сделали. Скажу честно, не как даже нужно придумать сейчас, что бы вы сделали. Потому что мы слишком мелко мыслим. У нас слишком ограниченные масштабы. Слишком ограниченные пробежи. Потому что мы все равно подразумеваем, что у нас нет этой веры. Мы все равно подразумеваем, что мы маленькие, ничтожные червячки. Бога, который я вам сегодня рассказывала, Юля, который выдохнула эти звезды, Он внутри нас. Вот поэтому можно ли верить? Можно. Можно ли рисковать? Можно. Стоит ли? Стоит. Нужно ли? Нужно. Я хотел бы помолиться за тех людей, кто имел неудачные опыты в вере. И вы огорчились, разочаровались. Я хотел бы просто помолиться о вас. Можно вас вперед выйти? Это только для этого молитва. Я хотел бы вас ободрить. Хотел бы возложить у вас руки. И все остальные, пока оставайтесь на местах, у нас еще будет молитва сейчас за исцеление, за очищение. Я хочу только сейчас совершить молитву за тех людей, которые имели неудачные опыты, вы огорчились. Пусть вы ну можно и так же команды свободные, чтобы также возложили свои руки. Мы будем высвобождать сейчас веру. Будем высвобождать не из нас у вас, а из вас будем высвобождать веру. Господь, мы будем вызывать наши руки, мы просим, чтобы произошла активация веры. Пусть произойдет активация. когда-то, я помню этот день, когда ты мне открыл это, что в вере действовать просто. Нужно начинать действовать по вере. Нужно идти и провозглашать то, чего не видишь. Говорить то, чего не существует. Нужно ожидать того, чего еще нет, и это будет происходить. Я благодарю тебя, Господь, что на том собрании, это было первое собрание у нас в пробуждении, когда все началось. Знаете, я просто начал это делать, и я увидел это работает. Из чего я начал это учение? Не было посвящения ангелов, не было посвящения силы, было изменение мышления. Сегодня, те из вас, кто поняли, о чем я говорил, кто услышали, вы увидите, вы будете двигаться на совсем правом не верить теперь. На совсем правом. Станьте дикими в вере, станьте дикими в поступках, главное, чтобы они соответствовали Библии, и все. Главное, чтобы они вписывались в Божьи правила, в Божьи границы, и все. А поверьте, Божьи границы очень большие. Так что мечтайте по-крупному. Господь, ребят, начинайте молиться, высвобождение. Мы просто разложим наши руки на вас, вам не нужно ничего чувствовать. Это духовное действие, высвободись, высвободись, только держите себя, хорошо, чтобы вы не падали. Высвободись, 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 те, кто молитесь, просто высвобождайте. Высвободись, высвободись, во имя Иисуса, высвободись, 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 я высвобождаю всех, кто в этом занят. Высвободись, 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 Вам нужно держаться Высвободись Высвободись О, вера Высвободись Скоро Мы закончим их служение Хочу дать практические примеры Если Перед вами Лежит больной человек С смертной болезнью То Подходите к этому человеку И не говорите этому человеку Ну мы сейчас будем молиться Просить Господа Будем ожидать, что он сделает Это все правильно Лучше по другому дают Лучше подойти и говорите Мы Люди Божьи Сейчас Мы помолимся во имя Иисуса И Господь Иисус Он полностью вас восстановит Вы выздоровеете И через Его силу И вас выпишут И вы будете свидетельствовать о Нем Когда Вы видите человека Который Сидит на На ледном кресле Или с палочкой Или еще с чем-то То Неправильно говорить Ну давайте Когда вы почувствуете что-то Вот Начинайте Пытаться ходить Нет Я вам рассказывал Случай Когда множество людей Пошло Ну без Палочек Без фреймов Было потрясающее служение Но я точно помню Что я делал Я к каждому Отечеству подходил Послал руку И говорил Я человек Божий И я говорю тебе Ты сейчас пойдешь Во имя Иисуса Без этих приспособлений Поэтому бросай прямо сейчас И начинай идти И Знаете Люди стоят Они Ну понимают Что они не могут ходить Без этого Я кричал микрофон Я сказал всем Кто Пришли с палочкой Много было человек С фреймами Всем сказал Бросайте Идите Я точно не считал Но кажется Что все пошли Потому что там Вот такое было Служение Ну я Постой Ну видел Один пошел Второй Там пошел Там пошел Там пошел И валяются эти палки Всякие И я когда понял Что не нужно Нам не нужно думать Истолит ли Бог или нет Нам не нужно самим решать Что произойдет или нет Потому что в тот момент Это между Богом и Ими А мы как посредники И нам нельзя быть Плохим посредником В этот момент Нам нужно сказать Бог Я готов Ты готов Я готов Давай это сделаем Если это не произошло Ничего страшного Мы никого убедить не будем Но во всяком случае Ты не будешь себя Винить Что ты побоялся Ты не сказал Ты не поднял этого человека Вот так все просто Мы будем рисковать Мы не будем бояться Что что-то произойдет Мы не будем бояться Что они не встанут Что они упадут Мы не будем бояться Я всем вам предлагаю Смелее Поднимайте людей Смелее Делайте что-то Я уже видел Несколько человек Которые встались От молитого кресла Вот когда мы слушали И Это были случаи Когда мы убирали подножки Ну Где ноги стоят И где мы брали людей И помогали им вставать И я помню наоборот Десятки людей До этого С кем мы просто Культурно молились Господи На полный Если вы Если вы почувствуете Что вы исцелитесь Можете вставать И идти Не работает Должна быть Какая-то Знаете Какой-то драйв должен быть Должна быть вера Должно быть какое-то действие Чтобы эта вера Она высвободила силу Иначе сила не освобождается Ты не освобождаешь веру Вера не освобождает силу И человек не исцедается Слава Господу Знаете Вот люди Они не сильно доверяют Таким молодым Особенно доверяют Тому Кто на святитель пастор А я вот Вчера об этом Только говорил Что Дети пасторов Они Это пастора плюс Еще плюс И то что они Потому что Она с самого детства Она была на всех молитвах Когда мы дома Начали пропитываться С чего началось Наше служение Полтора года Каждый вечер Мы скрыли с собой Она была Каждый вечер Она была на всех конференциях На всех служениях На которых Мы служили Она была Во всех младных линиях Принимала Всех помазанников Вместе Поэтому наши дети Это мы Еще и плюс Они Так что принимайте От молодежи От всех От ребята молодцы Кто служит Вообще здорово Алекс вообще Даже на сцене Сегодня Я тебе голос слышал Хороший голос Аплодис Господи Спасибо тебе Давайте еще Две минуты буквально Хочется славу Божию Еще видеть Господи Но вы можете Это не делать Господи Покрой нас Твоей славой Яви нам Твою славу Яви 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 Твою славу Наполни нас Яви Потому что Он здесь Он с нами И Ему нравится Давать нам подарки И Одна сестичка Сегодня тоже Подходила Ко мне Говорила Вот на одной руке У нее серебро Она показала Блестить А на другой Елейб Выступал Такой желтенький Аж И На эти Плотские глаза На это смотрят Думаешь Ну может это Блестяшки Там Откуда Там Ну Но тот Кто это видел Он понимает Это Это прям С кожи Вылазит Я видел Космой кожи Прям Такие палочки Вылезли Ну платиновые И золотые Пластинки Вылезли Прям из кожи Ну С поры Где поры Изнутри Из тела Думаю Вау Один человек Настолько Сомневался Он говорит Господь Если я своими глазами Не увижу Что ты это делаешь То есть Я это Анафеме предам Но он это Откровенно говорил Он не искушал Бога И Когда он молился Бог говорит Смотри Смотри на мою славу А он Закрытыми глазами Стоял Бог говорит Я сказал Смотри на мою славу И он понял Что нужно глаза открыть Он открыл глаза И у него Вот здесь Где запястье Внимание Все религиозники Держитесь Но здесь нет Это шутка У него запястье На его глазах С под кожи Вылез Бриллиант Вот такого размера Я не знаю Сколько это каратов Это просто Это очень большой Бриллиант Он С его кожи Вылез наружу Не может быть такого Может быть Я не знаю Вам может и не нужно бриллиант В 5 каратов Но я знаю Что я с ним сделаю Выкупим здание свое Будет центр Господи Яви свою славу Господи Яви свою славу Яви свою славу Пусть чудеса С зубами произойдут Пусть новые зубы Появятся Бомбы Из золота Из платины Господь Чтобы врачи удивились О Господь Пусть произойдут Чудеса С славой Яви свою славу Почему бы и нет Почему бы и нет Яви свою славу Яви свою славу Яви свою славу Имя Свою славу.